Первая глава Книги Пророка Аввакума От этого закон потерял силу, и суда правильного нет, так как нечестивый одолевает праведного, то и суд происходит превратный. Посмотрите между народами и внимательно вглядитесь, и вы сильно изумитесь, ибо я сделаю в одни ваши такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказывали. Ибо вот я подниму халдеев, народ жестокий и необузданный, который ходит по широтам земли, чтобы завладеть непринадлежащими ему усилениями. Страшен и грозен он, от него самого происходит суд его и власть его, быстрее барсов, кони его, и притчи вечерних волков, скачет в разные стороны конница его, изредка приходят всадники его, прилетают, как орел, бросающийся на добычу. Весь он идет для грабежа, устремив лицо свое вперед, он забирает пленников, как песок. И над царями он издевается, и князья служат ему посмешищем, над всякой крепостью он смеется, насыплет осадный вал и берет ее. Тогда надмивается дух его, и он ходит и буйствует, сила его, Бог его. Но не ты ли и издревле Господь, Господь Бог мой, святой мой, мы не умрем, ты, Господи, только для суда попустил его, скала моя, для наказания ты назначил его. Чистым очам твоим несвойственно глядеть на злодеяния и смотреть на притеснения ты не можешь. Для чего же ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его, и оставляешь людей, как рыбу в море, как присмыкающихся, у которых нет властителя? Всех их таскает удою, захватывает в сеть свою и забирает их в неводы свои, и оттого радуется и торжествует, зато приносит жертвы в сети своей и кадит неводу своему, потому что от них тучна часть его и роскошна пища его. Неужели для этого он должен опорожнять сеть свою и непрестанно избивать народы без пощады?